Друзья, всем привет! Сегодня будет реально клёвый выпуск Олимпиады. Ну и конечно же перед началом я напомню её правила. Здесь мы соревнуемся с ребятами, но соревнования у нас непростые и соревнуемся мы не за просто так. Давайте я расскажу вам все правила. В Олимпиаде участвует 4 человека. Каждый раз в начале мы в порядке очереди открываем кейсы на сумму примерно плюс-минус 1000 рублей. И весь дроп, что выпалит каждому игроку, остаётся при них до самого конца шоу. Тем самым каждый выпуск банк игроков будет пополняться. И вот в чём суть. По завершению Олимпиады с дропом останутся лишь первые и вторые места. А третьи и четвёртые места Олимпиаду проигрывают. И все их накопленные скины будут разыграны между вами. Всего будет 11 выпусков. Ни больше, ни меньше. Что ж, после того, как дроп будет выбит, мы переходим к самим соревнованиям. Соревноваться мы будем в ММ, чтобы было веселее и были, так сказать, препятствия в виде противников. В каждом выпуске будет по 5 состязаний. И за победу в каждом из них мы получаем очки. За первое место 5 очков, за второе 4, за третье 3, а за четвёртое мы ничего не получаем. Конечно же, в конце каждого состязания все очки будут подсчитаны. Ну что ж, надеюсь, что я понятно всё объяснил. А если вы что-то не поняли, то 100% поймёте уже по ходу ролика. Ну и давайте не будем тянуть. И скорее пойдём пополнять наш банк скинов. Ну что, господа, вот мы здесь на замечательном Майкейс Гонете. И сегодня у нас будет жаркая баталия, пацаны. Давайте, кто у нас сегодня будет первый открывать? Давай я начну. Угу, ты сегодня, значит, так сказать, разожжёшь огонёк, дашь жару. Давай, какой будешь кейсик открывать? Так, давай X-кейс, 4 штуки сразу. Ага. Ну, интересный, интересный выбор. Давай, посмотрим. Посмотрим, посмотрим, что тебе упадёт. Что прилетит тебе сегодня в твой банк скинов. Стой, калашик, стой, 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 стой. Нифига, нифига, вот это красиво, Марат. Это жёстко. Один калашик косари стоит, ну по красоте. Марат сегодня дал жару, реально. Красиво, красиво, ну ладно. Скинчики мы все эти тебе оставляем. И кто нас хочет следующий пооткрывать? Давай я открою. Давай, давай, какие ты будешь кейсы открывать? Так, ну крути наверх, я хочу вот новый кейсик попробовать. Вот сначала Блэк Фрайдэй, один. Угу, за пять соточек, окей. Посмотрим, что тебе упадёт. О, ну неплохо, по-моему. Смотря какое качество. Ну нормально, нормально, за шесть соток то, что надо. Ну кейсик на сто рублей окупился, в принципе, неплохо. И какой ещё кейс? Так, ну раз там окупился, давай ещё один новый попробуем. Вот который супер дискаунт. А, угу, уже за шесть соток. Повышаешь ставку, так сказать. Ну ладно, глянем, что здесь выпадет. Ну-ка. Да ты чё? Да ты чё, Кирилл? А вы ПБА? Нихера себе. Чё-то вы с Маратом прям почти одинаково сегодня выбили. Одинаково красиво. Кейсики. Да, неплохие новые кейсы подвезли. По красоте. Слушай, мне нравится, мне кажется, я тоже сегодня буду новый кейс открывать. Мне понравилось, как ты выбил. Ну и ладно. Владос, твой черёд настал. Давай, выбирай кейс. Так, давай чуть ниже. Угу, на сколько? Ещё, ещё, ещё. Сюда? Вот здесь вот, да, да. Он там чуть ниже, 6 авиков давай. Ага, вижу. За 179. А тут... Блядь, 6 нет, давай 5. Ну ладно, пускай будет 5, погнали. Так, надеюсь, 4 Азимова и 1 Драгонлорд. Ха-ха-ха, нифига ты борзый. Ну слушай, тебе и ВП-баха хватит. Нормально, нормально. Тебе ещё и дороже ВП-бах упал. Да ты чё? Пиздец, чё сегодня вам, ребята, падает? Я на самом деле... На 2000, чё? Я в ахере просто сегодня, что вам упало? На 2 косаря. Ну, Владос сегодня все рекорды побил. Пацаны, вы там херню выбили, там полторы тысячи вот эти. Владос сегодня даёт жару. Ну ладно, оставляем все эти сквейскинчики. Ну и, пацаны, пока я не забыл, хочу напомнить вам про самый жёсткий промокод, который можно ввести вот здесь. Просто нажимаем, у меня есть промокод, и вводим вот такое словечко Олимп, которое даст вам жёсткие, просто нереальные бонусы. 25 процентов. Господа, пользуйтесь на здоровье, а мы давайте, давайте продолжим открывать кейс. Пацаны, мой черёд настал. Я сегодня... Ну, как и хотел, открой новый кейсик, пацаны, за 5 соточек. Посмотрим, чём не упадёт. Игорь уже отсюда всё забрал, тебе ничего не упадёт. Ну, кстати, да. Блядь, реально, походу, Игорь всё забрал, сука. Ну ладно, ну хотя бы, хотя бы 300 рублей. Нормально, пацаны, ну это только разогревочный кейсик был, понимаете, вот 5 соточек. Так, ну и попробую вот этот кейс, какой-то новый кейсик. Надеюсь, что чё-то жёсткое он мне принесёт. Будем надеяться иметь. Например, АВП Гадюку за 50 рублей. Ну пошёл ты. Опа, это может не плохо стоить. Может не плохо стоить, да, реально. Ну-ка. Ну, такое себе, такое себе, пацаны. Вы, блядь, как всегда, весь дроп украли. Сука, навыбивали там, блин, почти на полторы, на две тысячи. А мне, а мне даже на тысячу не упало. Ну ладно, всё равно сойдёт, пацаны. Всё равно сойдёт. Хотя бы там не 200 рублей, где-то 800 или 900. Покатит, покатит, пацаны. Сегодня всё равно будет очень жаркая битва. Давайте к ней перейдём. Что ж, в принципе, сегодня всем повезло. Естественно, кроме меня. Конечно же, весь дроп записан в нашу отдельную табличку. Так что не переживайте, ни один скин никуда не пропадёт. Что ж, а перед началом я хочу напомнить результаты Олимпиады на данный момент. Ну и давайте не будем тянуть и скорее уже перейдём к следующим испытаниям. Приседания. Игроки устраивают спор, кто убьёт больше противников. В самом начале, для того, чтобы убить хотя бы одного противника, игроки должны сделать 10 приседаний. Тот, кто убьёт, должен также сделать 10 приседаний. Чтобы убить следующего. Ну и во время приседаний запрещено стрелять. Ну чё, пацаны, готовы? Да, готовы. Давайте, 3, 2, 1, погнали! Так, блядь, сука, блядь, тяжело идёт. 5, 6, сука, не могу говорить, 7, 8, 9, 9, 9, 9, ай, сука, блядь, блядь, я не успел, я не успел. Ладно, ладно, пацаны, сейчас, сейчас я всё равно сделаю фраг. Опа, да сука, вот вы козлы, блядь, всё воруете. Сдох ваша. А я уже присел, пацаны, вы приседайте, работай, работай. Ша, блядь, я же сбился, нахуй, сколько там? Ну ладно, я ещё больше сделаю. Так, 10, нормальная, нормальная. Марат, ну-ка давай. Ой, двое там. Ох, охренеть! Так, я лучше на перезарядку уйду, Марат. Удачи тебе, счастья, здоровья. Ох, ё-моё, там стреляет. Опасный молодой человек. Так, тихо. Опа! Я успел, просто по красоте, сука. Просто за миллисекунду до смерти. Владос такой лоб, блядь. Почему меня опять карма покарала? Заедала. Владос реально постоянно на карму попадается, блядь. Что ж, в этом испытании мне чудом удалось выиграть. Ну и все остальные результаты вы можете посмотреть прямо сейчас на экране. А мы переходим к следующему испытанию. Граффити. Игроки устраивают между собой спор, кто поставит больше граффити. Но граффити можно ставить только после убийства противника. То есть после каждого кила, игроки должны возвращаться на базу и ставить там граффити. У кого будет больше граффити, тот и выиграл. Ну чё, пацаны, все готовы? Да. Давайте, 3, 2, 1, погнали! Погнали, ребята. Опа, первая жертва, я уже его вижу. Стой, стой, стой! Сука, я не успел! Я не успел! Так, ладно, пацаны, на мид побежали? Да, пошли вы, я на А побежал. Там по-любому больше добычи. Пацан... Да вы, блядь, это где хоть один фраг? Я никого не вижу. А-а-а-я-я-я-я-я-я, не убивай! Опа! Отлично, есть один, бегу-бегу-бегу-бегу. Так, второй есть. Да вы чё, херели? Так, ну ладно, хотя бы один есть, хотя бы есть один. Я бегу уже ставить, сука. Блядь, походу я самый последний, блядь. Ну ладно, пойду со вторым фрагом. Я его найду, пацаны. Опа, он на беду, на беду, иди сюда, иди сюда. Сука, я же на базу не успею! Нет, стой, стой, стой! О, успел! Я в последние секунды успел поставить граффити! Пиздец! У меня сейчас, сука, кто-то стрельнул, блядь. Кто? Это кто это был, блядь? Это Игорь, ну ты пидарас! Я из-за тебя мог не успеть! Так, где мой граффити? Пацаны, как бы вот подтверждение, два граффити стоит. Ну чё, Игорь, это схватка один на один. Ты готов? Ну да. Давай, три, два, один, погнали! Погнали! Ты чё, вырлся вперёд, козёл! Пальш-старт! Ладно. Маленький такой. Ничего, ничего страшного. Я всё равно, что-то у тебя фраг отожму. Опа! Да ты чё? Изи! Изи уграл фраг, всё в порядке, всё с кайфом. Ой-ой-ой! Так, на... Ой, тихо, чё-то пробежал я. Нормально, граффити есть. Ты почти меня догнал, кстати. Чё, там ещё один на Б был, да? Не, там никого не было. Ага, не было, да? Ха-ха, а я кого-то нашёл тут. Ха-ха, смотришь... Ох, блядь, сука! Нет, не убивай! Фальсидент! Это будет мой. Пробегай, пробегай, не убей! Сука, я чуть-чуть не успел граффити поставить! Ты где? Такой козёл он, блядь! Пиздец, я уже его ставил! Вот урод, блядь! Подожди, я тут сейчас ещё убью. Ага, ты вообще меня решил закопать сегодня, да? Ха-ха! Ну ты и козёл! Просто три граффити против одного! Ха-ха! Ну чё он мне, блин, как он по мне попал? Я просто платной ужин с контейнером с этим был. Что ж, в этом состязании выиграл Y-Frame Game. Ну а мы идём дальше. Испытание. Игроки начинают забег до базы противников. Они должны бежать через разные точки. Кто-то через Б, кто-то через МИД и так далее. Те, кто останутся в живых после забега, должны устроить бой на ножах. Побеждает единственный выживший. Ну чё, пацаны, готовы? Да, готовы. Погнали! Погнали, ребята, выезжаем, выезжаем, давайте! Так, я, пожалуй, через МИД побегу. Эээ, безопасная позиция, я слышал. Короче, да. Дэмит, свободный будет. Да-да-да, свободный. Блядь, реально свободный, походу. Свободный. Ай, блядь, нет, не свободный! Ой, тут-то, дачка... Расчистит, блядь, пошёл ты нахер! Я пошёл через... Блядь, тут тоже челик разворот. Ай, блядь, нет, я не хочу умирать молодым. Сука, мансую. Блядь, на машине! Надо как-то до базы добраться, да, сука, ну пропустит, блядь. Я умер. Бегите, бегите, парни. Так, Владос, ты где там? Да, я не смогу. Владоса убили. Так, ладно, пацаны, давайте решайте между друг другом. 22 хп, кому решать? Сейчас тебя Игорь по-быстренькому порешает, походу. Ты готов? Давайте, давайте, ребята, бейтесь, бейтесь. Блин, это противник. Игорь успел, Игорь успел забрать Марата. Ну, Игорь, поздравляю с первого места. Это было легчайше. Сука, меня первым убили, какого хера? В этом состязании снова выиграл Игорь Фреймгейм. Ну и остальные места у вас на экране. Что ж, давайте перейдём к следующему испытанию. Вышибало. Четыре игрока стоят вместе у стены, а пятый должен выбивать игроков. То есть он должен купить две флешки, декой, смоук, и с помощью них пытаться выбивать. По кому попадёт вышибало, тот вылетает. Ну чё, пацаны, три, два, один, погнали. Погнали, ребята, манси-манси. О, сразу же! Охренеть просто. Игорь, до свидания, удачи. Меня Марат зовут. Блять. Это Марат, сука. Я перепутал. Ну ладно, Марат, давай, удачи. Я перепутал, потому что это Игорь. Вот так вот, да, предвзятое отношение? Ну, Марат, конечно, лошара. После этого вышибало долго не мог попасть. И мы решили упростить ему задачу. И теперь будет две вышибалы. Ну, ребята, продолжаем. Три, два, один, погнали, погнали. О, охренеть, я там застрял где-то. Так, тихо, 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 мансую, мансую. Нормально, мне тут прекрасно. Так, тихо. О! Это по мне, походу, по... Бля! Как по мне попали? Я вообще ничего не видел. Сука! Козлы, блять. Ненавижу вас. Марат, это ты меня отомстил за то, что я этим лошарой, да? Да, Марат просто мне отомстил за то, что я его лошарой назвал. Теперь он меня лошарой сделал. Сёром. Ну, ребята, как видите, я вышибал и тут заделался. Вам хана. Давайте. Три, два, один, поехали. Так, чё, блять. Нах-у-у-у! Ювелирный пиздец! А по кому? Игоря быстрее выбили. Просто миллисекунды. Это как-то возможно. Первую гранату отдох. Да-да-да, это вообще красиво было, пиздец. Они ещё так... Они пролетели, я видел, они наискосок друг друга. Красота. Собрали нас. Ну и Игорь в итоге первый вылетел. Но это жёстко. Просто на миллисекунды выиграл Владос. Забавная победа на самом деле. В этом испытании не без везения выиграл Влад МЗК. Но мы переходим к следующему, последнему на сегодня испытанию. Гонка вооружений. Все игроки покупают ССГ-08. И устраивают между собой спор. Кто первым допуляет свою пушку до плента, тот победил. Ну чё, пацаны, готовы? Да. Готовы. Да я вообще попасть по своей не могу. Блядь, и последний. Так, один отлетел, нормально. Главное его перегнать. Откуда стрельба? Так, ну сейчас я уже выиграю, чувствую. Да ты как бы ты выиграешь? Пошёл ты вон отсюда. Сука, я третий иду. Блядь, ускоряйся. Ускоряйся, коза, ты вонючая. Так, сика, там ещё один в спине противник. У меня два патронов осталось. Сука. Так. Опа, кра... Пацаны, блядь, у меня патроны кончились. Мак-10, бой. Меня убили. Меня убили, блядь. Так, кто из вас будет первее? Да вы ебаный. Сука. Игорь выиграл. Игорь выиграл. Такая заруба была, я вообще ничего не понимал, что происходит. Просто такая шумиха. Я ещё мог первое выиграть. Такая шумиха была. Да, Марат был очень близко, конечно. Тут была равная борьба, у вас просто на одном уровне мухи стояли. В этом состязании в равной борьбе победил Игорь Фреймгейм. Ну и результаты этого состязания у вас на экране. И что ж, вот наш общий счёт на сегодня. По итогу Игорь смог выбраться на первую строчку. А Марат сместился на второе место. Но между ними разница всего одно очко. Ну а я хоть и на третьем месте. Но от первого разрыва всего-то три очка. В итоге мы реально идём бок о бок. И это на самом деле очень клёво. С каждым выпуском Олимпиады становится всё интереснее и интереснее. Кто же всё-таки победит. И кстати, в общем, мы решили делать 11 выпусков Олимпиады. То есть всё закончится именно на 11 выпуске. Почему 11, а не 10? Ну просто я хотел сделать ещё крутой спецвыпуск. Спойлерить пока не буду. Всё, скоро увидите. Что ж, друзья, обязательно ставьте лайк. И, конечно же, ни в коем случае не пропускайте ни одного выпуска. Вас ждут реально крутые баталии. Кстати, ребята, пишите свои состязания в комментариях. Мы их обязательно попробуем. И также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Что ж, а с вами Буморгеймс. Всем удачи и всем до скорой встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!